Большое спасибо. И, наверное, я должен был, скорее всего, начать этот семинар, потому что, наверное, многие не поняли вообще, о чем идет речь. К сожалению, они связаны с логистическими проблемами, и я сейчас попытаюсь, скажем так, хронологию вернуть обратно. Собственно, меня зовут Людей Заренко, я руководитель теплиц социальных технологий, и это как раз проект некоммерческий для того, чтобы, вот как раз молодой человек говорил, и о... Мужчина, я прошу прощения. Ну ладно. О необходимости создания каких-то онлайн-инструментов. Лев рассказал, собственно, о имеющихся открытых инструментах, такого более продвинутого толка, а я расскажу вообще, что это такое, и какие типы можно найти именно применительно к экологической тематике. Ну, собственно, что такое приложение? Здесь котик, чтобы вы расслабились немножко, чтобы стало больше... чтобы это было повеселее. Ну и, собственно, приложения — это любые сайты, которые позволяют создавать какой-то контент, решать задачу в интернете. И, собственно, практически все, там, Twitter, YouTube, Facebook, мы тоже называем приложением, но, например, с этим приложение — это такие вещи маленькие, как, например, TimeEase, который позволяет там образу разницы во времени между континентами смотреть. Ну и экологические приложения в этом ключе, в этом контексте — это, соответственно, любые онлайн и мобильные сервисы, которые позволяют решать экологические проблемы, и таких в России и в мире много, и я их разделил в целом на несколько типов. Ну, это книга жалоб, соответственно, это достаточно востребованная, и не только в экологии, но и во многих других областях, соответственно, связанная с чрезвычайными ситуациями. Здесь, конечно, экология имеет непосредственное отношение государственное. Это приложения, создаваемые снизу, точнее, сверху, но есть государственные, в том числе, так называемые Open Government, это приложения, которые создаются снизу гражданами для, именно не того, чтобы жаловаться, а чтобы как-то взаимодействовать, предоставлять какие-то данные. Соответственно, это инициативные приложения и сайты вокруг общественных инициатив, и мы знаем в России такие примеры, в частности, и блогеры против мусора, и мусора.нет. Мне кажется, это как раз попадает в эту категорию. Наконец, информаторы. Я вот отношу туда GreenHunter, скорее всего, он информирует о том, что такое экология, о том, что такое вообще правильные, правильные, ну, в определенном действии, в рамках определенного дискурса продукты. Соответственно, я автоматизатор, который облегчает жизнь путем автоматизации каких-либо процессов. Ну и здесь небольшая история, я думаю, здесь можно считать точку отсчета где-то 2006 год, я думаю, дальше можно это пролистать. Ну и, собственно, прийти непосредственно к типологии приложений. Ну и в данном случае я хотел бы начать с достаточно общих приложений, которые можно использовать для экологической проблематики. Это streetjournal.org. Здесь вы можете добавить все свои проблемы, которые у вас есть. Что здесь важно, то, что есть в раздел «Экология». Но вот здесь в данном случае технология называется «Shame and Blame», то есть показать, что что-то не так и ожидать, что какой-то реакции. Соответственно, «Democrator.ru» идет немножко дальше. Они здесь собирают, я думаю, наверняка многие из вас слышали об этом приложении, они собирают тоже есть отдельная категория «Окружающая среда», «Благоустройство», «Экология». Можно собрать подписи, если там ваша заявка какая-то проблема, например, здесь номер один – это за сохранение полиского леса. Если она набирает какое-то количество подписей, то, соответственно, юристы, «Democrator.ru» занимаются оформлением этой жалобы и дальше ведут уже юридическую борьбу, по крайней мере пытаются. Но экологические приложения, я, собственно, всегда показываю здесь приложение, на котором я непосредственно имел участие, это вот «Во время пожаров» – это «Карта помощи при пожарах» летом 2010 года, и, собственно, подобные применения дальше были использованы. Вот здесь красивая японская картинка во время, и в том числе карту, которую я тоже сделал по радиации в России, которая потом оказалась достаточно интересной. Вот в Японской, в частности, просто выкладывали для того, чтобы сбить панику, не только сбить панику, но и просто предоставить объективную информацию про радиацию возле «Вкусима» уже непосредственно на карте здесь, на японском, а мы сделали для того, чтобы тоже попытаться предоставить данные, причем таким образом, чтобы на форумах, когда я только увидел, на дальневосточных форумах люди, чтобы в том числе друг друга успокоить, предоставить информацию, стали выкладывать данные дозиметров с фотографиями собственных дозиметров. И, собственно, я предложил с помощью этой карты это сделать, и мы получили достаточно много отзывов, около 80 тысяч пользователей именно во время этой информации, что ядерное облако «Лидия Паспокусима», которого, по крайней мере, в сторону России, ему нужно было обернуть весь мир. В данном случае, то, что мы делали, это «Краудмед», это уже готовый инструмент, там можно загружать фотографии и видео. Ну и, собственно, то, что есть уже в Москве, это достаточно, это то, что называется, приложение первого поколения, оно на сегодняшний день выглядит достаточно импровидентивно, и, я думаю, тоже, если здесь много специалистов, экологов, я думаю, здесь вы наверняка уже это видели, это «Мосмэп» «Радон Радон». И у них даже есть какое-то программное обеспечение, но вот, конечно, ему бы дать здоровую жизнь, и это было бы, конечно, достаточно, могло бы быть достаточно интересно, потому что мы знаем, что там, где был бывший завод полиметаллов на Юго-Востоке, вот, там, конечно, повышенный уровень радиации, который, может быть, не все знают. Ну и, соответственно, государственное приложение. Здесь у нас я ничего не нашел, зато есть такие, не то что клеветнические, а диаметнические приложения у англосаксонов. Вот, здесь, например, в Австралии, если вы видите, что кто-то у меня выбрасывает мусор из машины, то вы можете его, в общем, этот, стукануть на него. В Техасе то же самое, но не только из машины. Вы можете Чаку Норрису сообщить, что вот кто-то пытается просто осквернить великий штат Техас. Что здесь есть еще? Мало того, Министерство защиты природы в штатах делает целый конкурс по поводу создания эколога, ну, environment-ориентированных приложений. Здесь, например, найди, соответственно, под гнездо, насколько я понял, лампочку, да, чтобы перейти на энергосберегающие лампочки. Но здесь, я знаю, есть большое, большое противоречие по поводу вообще целесообразности этих лампочек, поэтому я просто, в случае, не берусь этот вопрос обсуждать. Соответственно, дальше пустая картинка, чтобы все расслабились. Вот, ну и дальше мы идем к инициативным приложениям. Тоже здесь вопрос, и в данном случае тоже я воспользуюсь там, по-пятию секундами рекламы. Это сайт, который я разрабатывал, и Лев разрабатывал, точнее, я помогал разрабатывать, а, собственно, Лев непосредственно разрабатывал. Но здесь, что важно, я специально здесь выделил раздел экологии. Здесь, смотрите, у нас есть, здесь это гибрид социальной сети волонтеров и, так сказать, объявлений для просе о помощи. Здесь, например, зелеными показываются волонтеры, которые могут в чем-то помочь, но, не знаю, наверное, помочь. Точнее, они отмечают, помимо других проблем, что они в экологии могут помочь. И здесь, соответственно, показываются проблемы. Есть локальные сайты, мы знаем, что многие... Ну, какой сайт? Ну, вот этот? Это rinoda.org. Соответственно, есть локальные сайты, мы знаем, что многие экологические проблемы, они находятся на гиперлокальном уровне, то есть на уровне соседства. Соответственно, вот в Санкт-Петербурге есть прекрасный сайт, он скоро, наверное, появится в Москве. Вот, мы никак с ним не связаны, но везде его перед регам тоже не просто клево, это вы можете указать ваш адрес, связаться с соседями и организоваться по поводу чему угодно. Вот, но и в данном случае одно из приложений, это может быть в том числе, там, убрать подвес, например, заняться очисткой территории. Ну, в данном случае мы опять возвращаемся к англсаксам, как несколько более развитым народом и людям, именно в плане технологий. Вот, соответственно, раздел signchange.org позволяет создавать петиции, собирать по всему миру, соответственно, подписи. Есть раздел environment, химпинский лес, 25 тысяч подписей, так что это на самом деле можно и вообще, я здесь кажется, нет, здесь только environment, но если ввести слово Россия на английском, то можно получить достаточно интересный набор петиций, которые люди выкладывают. Вот, e-high это не совсем, это не прямое использование приложений, но это вот как раз то, что share и write, да, это совместное, совместное использование автомобилей для доступа из одной, для доступа, для транспорта по городу, для доступа, там, например, из спальных районов в центр, вот, здесь можно его скачать. Да, насколько я понял, есть уже, кажется, и перевод, по крайней мере, да, экран свидетельствует об этом. Ну и дальше мы переходим к приложениям-информаторам, вот, это любые сайты, которые позволяют вообще за счет информирования способствовать более экологическому образу жизни, и здесь, например, мобильное приложение, которое вот тоже, кстати, спонсированное государством, оно позволяет вычислять ваши эмиссии CO2 и в том числе цены, и вообще сравнивать по длительности и по калориям маршруты с точки А в точку Б, так что, если вы задумываетесь, о чем поехать, то вы можете просто провести маршрут и узнать, соответственно, что это вам будет стоить не только в деньгах на бензин, но и в калориях, и в эмиссиях для нашей планеты. Подобную же функцию играет роль, подобную функцию, что делается по-моему, выполняет, да, хутрут. Здесь просто дается гугл-карта, она пока для штатов, но, насколько я понимаю, это можно, так как там есть, в принципе, какие-то открытые источники, можно использовать и для России, здесь тоже будет пункт отправки, пункт назначения и пытаетесь вычислять, соответственно, экологичность вашего передвижения. Но и не только экологичность вашего передвижения, но и ваше стиль вождения может быть оценен с помощью приложения, оно, насколько я понимаю, бесплатное, то есть вы ставите ваш смартфон на машину и с помощью акселерометра, он считает, с какой скоростью вы едете и как вы тормозите и поворачиваете. А у вас есть какие-то скорости? Ну нет, здесь в данном случае GPS его не волнует, потому что его именно волнует, как, вот, собственно, взаимодействие с машиной, то есть у него есть данные из акселерометра и дальше есть какая-то интерпретация, да, которая, что, например, там при определенном режиме скорости автомобили используют больше, используют больше топлива и, соответственно, при разворотах и, там, при торможении, то тоже как-то можно его более эффективно использовать. Ну, соответственно, Good Guide – это вот пример Гринханта, точнее, очень похоже на Гринхантер, но здесь еще есть тоже интересная идея, которую Гринхантер мог бы использовать. Здесь есть большая кнопка «Скан». Если бы не ушел отсюда. Что? Если бы не ушел. Мы выложим в открытый доступ нашу презентацию, соответственно, вы нажимаете на кнопку «Скан», сканируете товар, это как раз то, о чем Ольга говорила, и вам дальше выходит показатель хорошести относительно данного, как бы, экологического дискурса, да. Ну, и дальше есть информаторы о здоровом, ну, экологическом моральном образе жизни, это, соответственно, Seafood Watch, Radio Lookup, информация о пестицидах, вот, но также есть интересные информаторы о выстаточном зарезении в вашем городе. Вот я, например, вам показывал про вот это вот приложение первого поколения про радиацию в Москве. Я думаю, вполне возможно, что вот с чем-то подобным могло быть подобное приложение только уже в эпоху смартфонов. Вот, ну, и, наконец, есть также такие для Android, мы не являемся какими-то пленниками iPhone, но, конечно, мы близки к iPhone, ближе, чем к Android, но в Android тоже есть приложения, которые позволяют, собственно, здесь просто вводится в весь контекст экологического дискурса, что такое вообще жить, жить поэкологически. Ну, и здесь дальше тоже в рамках этого же дискурса мы знаем, что, например, использовать те продукты, которые там произведены где-то далеко, это хуже, чем использовать локальные продукты, просто потому как минимум из-за того, что это, соответственно, издержка на транспорт. Вот, он показывает, сколько, ну, опять же, только по Америке, но идея, в принципе, интересная. В данный момент времени какие продукты являются завезенными или локальными. А слоу-фуду надо сказать. Что? Слоу-фуду надо сказать. Вот, ну, и, соответственно, приложение для краудфандинга последнее. Приложение, оно очень простое, здесь нет никакой технологии. Вы просто покупаете приложение за 99 центов, и за это создатели сажают дерево. Вот. Большое спасибо, и я думаю, отсюда у нас получится хорошая дискуссия. Спасибо. Спасибо.